Ленивые голубцы по-шотландски. Безумно вкусно. Это как яйца по-шотландски, только без яиц. Ничего похожего с этим блюдом нету, но тем не менее очень вкусно. Итак, начинаем. Сначала отвариваем раз. Рис. Сколько брать чего, будет в первом комментарии под видео. Я еще взял парочку вот таких замечательных грибов, которые можно так аккуратненько почистить, потому что грибы не любят воду, но так как эти грибы, хотел сказать, лесные, очень вам рекомендую посмотреть, как собирать белые грибы, видео у меня на канале. Вы поймете, насколько собирательство грибов в Германии отличается от других стран. В общем, нарезаем две небольшие луковицы или одну большую и грибы. Я решил с ней срезать у них бороды и помыть, потому что все-таки песка в них довольно много, а вот эта кисточка не то. А так ничего страшного. Тем более, что нам нужно будет их... Они взяли немного воды, когда я их помыл. Нам нужно будет выпаривать воду. Вообще проблема ленивых голубцов. Ну, а если положить не капусту, а какой-нибудь другой овощ, это по существу будут тефтели с овощной составляющей. То есть, вот во всех этих блюдах самая большая проблема – это избыточное количество влаги в овощах. И от этого теряется вкус, от этого все эти вроде бы и неплохие по задумке вещи становятся, ну, что ли, водянистыми такими, какими-то рыхлыми. Поэтому мы будем избавляться от этого. Вот такой вот замечательный... Берем такое замечательное масло. Это масло осталось от курятины. В нем я делал курицу конфи. Наверное, у меня уже на канале. Или скоро будет. Посмотрите, это такое великолепное блюдо, которое обязательно стоит сделать. Итак, обжариваем немножко лучок. Добавляем любые грибы, которые найдете. Конечно, можно и без них, но все-таки делаем... Стараемся делать вкусно. И все это на огне ниже среднего жарим. Нам нужно чуть-чуть прожарилась. Нам нужно убрать лишнюю влагу. Капуста. Я взял пекинскую. Можно, конечно, любую, но пекинская здесь подходит очень хорошо. Тем, что она сравнительно мягкая. Допустим, белокочанная будет тверже. И сочная, хрустящая и вкусная. Да, ну, вот примерно получается, видите, 600 грамм. То есть вторую половину взвесил. Ну, еще пару листиков оторвал. Я к тому, что у меня 750 грамм будет свиного фарша. Кстати, фарш можно взять любой, ну, того животного, которого вам нравится. И примерно столько же берем капусты. То есть довольно много. Капусту вот так вот присаливаем довольно хорошо. Размешиваем. Пусть стоит. Сейчас мы ждем, пока она отдаст влагу. Пока она начнет течь. То есть, да, избавляемся во всех овощах от избыточного количества влаги. Трем морковку и засыпаем ее в жарящиеся грибы с луком. Ставим на маленький огонь и то ли тушим, то ли, в общем, тоже, опять же, по существу избавляемся от лишней жидкости. Острый перец очень хорош с капустой. Ну, очень хорош. Туда же, конечно, хорошо заходит и чеснок. Чеснок, как по мне, это вообще самый важный овощ после лука. Настолько универсальный и, по-моему, нет кулинарии мира, в которой он не играет важную роль. Вот так вот это все довольно мелко измельчаем. Ну, и куда-нибудь складываем. Теперь капуста. Посмотрите, 10 минут постояла и уже как бы подтекла. Ну, теперь ее надо отжать. Можно это так вот ручками делать. Посмотрите, сколько вот небольшую жменьку взял и сколько воды. А можно это сделать все через сито, допустим, через вот эту вот китайскую шапочку. Ну, этот тип сито для того и предназначен, чтобы через него как-то удалять жидкость, отделять жидкость от твердой части. В общем, вот так вот жмем. Хорошо, хорошо удаляем. И у нас получится где-то треть. Посмотрите, сколько воды. А то и, ну, четверть или треть точно уходит. Теперь вот эту вот сухую. Теперь соединяем все вместе. Сюда же кладем рис, который я после того, как сварил, я его оставил остывать с открытой крышки. Посмотрите, он какой стал рассыпчатый и даже суховатый. То есть, все-таки ту влагу, которая у нас осталась, он ее с благодарностью впитает. Будет хорошо. Черный перец, душистый перец. Как удобно, посмотрите, как удобно пользоваться ступкой. Мы можем на каждом моменте контролировать величину фракции. Нужно нам сильнее? Пожалуйста, нужно чуть покрупнее. Очень хорошая вещь, рекомендую. Сюда же, ну, пусть это на кончике ножа, возьмем вот так вот довольно много мускатного ореха. 750 грамм мяса, еще раз можно взять свиного, свиного говяжьего, любого. Если берете куриный, можно и его, но тогда возьмите чуть побольше. И два, ну, 120 грамм яйца. Два яйца размера Эльпа, 60 грамм каши. Теперь все это нужно как-то очень хорошо перемешать. И да, очень важно, капусту, как я и резал, надо резать, именно шинковать полосочками. То есть здесь, сейчас поймете, тем же самым замечательным, очень ароматным жиром прокладываем вот так вот дно и хорошенько его там распространяем. Ну, или берем кисточку и вот, да, Тициан рисовал картины пальцем. Я тоже творец, поэтому мы с Тицианом любим вот так, не заморачиваться кисточками, чтобы ничего не пригорело. Мини-моцареллы, ну, вот это вот и будут наши яйца. Можете положить яйца, если хотели, ну, как по мне, по-моему, эти моцареллы, они для этого и предназначены. Ну, можно и без них, но почему не сделать и с ними. Заворачиваем сюда и видите, вот почему надо было резать капусту полосочками. Сейчас она как, она делает железобетон, то есть она армирует. Ну, в данном случае у нас котлетобетон получается. И вот эти вот полосочки, они как бы держат и не дают этим шарикам рассыпаться. В общем, получаются довольно плотные, хотя сравнительно много и риса, сравнительно много и овощной массы. Ну, а, видите, мы убрали излишнюю жидкость и мы, в общем, мы молодцы. Вот так вот их лепим и сейчас мы их будем запекать при 170-180 градусах 25-30 минут. Но, раз уж я столько избавлялся от жидкости, я не хочу еще делать подливу. Поэтому просто сверху положу этот соус замечательный. Это не томатный, это соус из баклажан и красных перцев. Называется у меня на канале этот рецепт икра для пасты. По существу это, это гламурный вариант Айвара. Безумно вкусный, обязательно посмотрите рецепт. Это стоит того, чтобы приготовить. Все, запекаем. Ну и сделаем еще изюминку, еще одну. Возьмем немножко сыра. И, когда это все уже запеклось до вот такого состояния, посыпем снежки снегом. Пусть будет красиво, пусть будет вкусно. Мы же делаем это для себя, мы же делаем так, чтобы нам было вкусно. А это надо делать с любовью. Запекаем еще, пока не расплавится сыр, ну минут 5. И все, достаем. Посмотрите, какая красота. Какой стоит невероятный запах. Выкладываем вот так вот. И смотрим, что внутри. Ой, это безумно вкусно. А сыр, он мягкий, тягучий, нежный. Обязательно, обязательно приготовьте вот такие ленивые голубцы. Но главное, сделайте это с удовольствием. А кушайте с аппетитом. До новых рецептов. Всегда ваш Олаф Руф. Рецепт салат. Любовь.